Тольяттинский государственный университет, опорный вуз Самарской области, претендует на участие в приоритетном федеральном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Оценить потенциал ТГУ имела возможность заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Она посетила наш университет 17 августа и познакомилась с проектами программы развития ТГУ, которые смогут стать основой для создания центра инноваций. Людмиле Огородовой были представлены спортивные автомобили серии «Формула Стюдент», а также легкий, коррозионно-стойкий каркасный автомобиль, подготовленный для демонстрации на форуме «Армия-2017». Людмила Михайловна посетила лаборатории Научно-исследовательского института прогрессивных технологий, а также получила информацию о программе развития опорного университета ТГУ. Визит заместителя министра образования и науки Российской Федерации Людмилы Огородовой в Тольятти был очень насыщенным. Помимо посещения ТГУ, она приняла участие в областной августовской конференции работников образования. Система образования Самарской области – основные результаты и перспективы развития. Отметим, что опыт нашего региона признан эффективным на уровне Министерства образования Российской Федерации и рекомендован к внедрению по всей стране. Мы поставили задачу четвертого рождения Тольятти сделать инженеринговым центром страны и одним из инженеринговых центров мира. Мы хотим, чтобы здесь через 10-12 лет работало 25-30 тысяч высококлассных инженеров в тысячах инженеринговых кампаний. Тольяттинский университет получил статус опорного, потому что без мощнейшего вуза с базовым инженерным образованием мы эту задачу никогда не решим, потому что это должно быть вершиной пирамиды. После конференции работников образования состоялось совещание, посвященное развитию системы высшего образования и реализации приоритетного проекта вуза как центра пространства создания инноваций в Самарской области. В работе совещания приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, глава администрации Тольятти Сергей Анташев, ректор ТГУ Михаил Криштал, представители правительства Самарской области, администрации Тольятти, ректоры крупнейших вузов региона, представители бизнеса. Напомним, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был одобрен проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» или кратко «Вузы – центры инноваций». Ну вот опорный университет – это новая тема для Министерства образования и науки для России. Почему новая тема? Потому что исследовательские федеральные и 5 ТОП-100 – это были университеты-лидеры, и так получилось, что это в основном университеты, которые оказались, опять же, в центральной области, до Урала, по крайней мере. А территория России, она очень большая, и Россия должна экономикой и общество развиваться регионами, и поэтому была поставлена задача развития регионов через создание точек роста на базе университетов в каждом регионе. Этот приоритетный проект так и называется «Вузы» как «Центр пространства создания инноваций». К 2025 году в 80 регионах страны должны быть созданы 100 университетов нового типа – центров инноваций в образовательной, технологической, научной и социокультурной сферах регионов. Тольяттинский госуниверситет планирует быть в их числе. Это попытка предложить некую схему, как можно быстрее решить задачу, которую вы, Николай Иванович, поставили по созданию такого мощного национального инжинирингового центра. На сегодняшний момент у нас в ТГУ есть несколько центров компетенции, которые имеют международный уровень. Они могут работать на международном уровне и работают на международном уровне. Есть центры, которые аккредитованы на всероссийском уровне и которые работают в интересах таких организаций, как РЖД или ФИАЦ. Конечно, эти центры не могут решать широкий круг инженерных задач, которые можно обозначить как реинжиниринг, инжиниринг, технологические инновации, новые технологические решения. Но такие центры есть в других местах, в том числе есть и в нашем городе, в Технобарке Жигулевская долина, с которой мы плотно сотрудничаем. Такие центры есть в Самаре и есть в других регионах. Сейчас, в век новых технологий, вполне возможно интегрировать эти центры по сетевому принципу, разработав необходимые регламенты взаимодействия, используя высокоскоростные каналы связи и выступить в роли как минимум единого окна для работы с потенциальным заказчиком и с исполнителями. То есть взять на себя вот эти функции. Вот я предлагаю университету именно выступить вот таким интегратором центров компетенций, выступить в роли единого окна для заказчиков и для исполнителей. Конечно, то, что вот в докладе Людмиле Михайловне было, мы еще раз должны где-то не позже, я думаю, сентября, очень хорошо вместе поработать, с работодателями. Советом надо еще раз собраться со всех сторон, посмотреть, последнюю модель, которая у меня интересна, вы как координатор уже где-то в стране действующих хотите выступить. Созданный в рамках проекта ВУЗы как Центр пространства создания инноваций, университетские центры повысят привлекательность социальной среды в регионах, расширят доступ к современным технологиям, обеспечат развитие экономики знаний. Одним из очень важных показателей, которые характеризуют сегодня Самарскую область как передовой в России, является то, что практически все вложения в технологии относятся к инновационным расходам. И все рабочие места, которые созданы в Самарской области, это инновационные рабочие места. А это означает, что для науки и образования есть очень серьезные, уже сформированные мостики для сотрудничества, взаимодействия и определения совместного развития. Это и было задачей сегодняшнего, второй части нашего совещания, августовского, определить программы развития опорных университетов и поговорить о том, как Самарская область может участвовать в реализации приоритетного проекта ВУЗы как Центры создания инноваций. Мы предполагаем, что в первую очередь такие площадки захотят создавать опорные университеты, исследовательские университеты и университет, который реализует программу глобальной конкурентоспособности. Важно было скоординировать задачи, масштабные задачи, через которые ВУЗ, развиваясь, может оказать, ну, стать драйвером развития и территории, на которой он находится. Вот эта задача университета стала таким глобальным трендом за рубежом последние 10 лет, но только последние 5 лет в России это было таким очень важным, важной, важной такой задачей. Поэтому у нас 33 опорных университета в России, мы для них, для всех ставим такие задачи, в процессе своего развития обеспечить и развитие территории, на которой они находятся, стать частью, субъектом экономики и субъектом общества и среды, в которой они реализуют свои программы, своего развития. Конкретно сегодня мы посмотрели университет Тольятти, университет, который был создан слиянием двух университетов, и сегодня он демонстрирует позитивную динамику развития, есть понимание развития, но задачи, которые стоят по вхождению в программу опорных университетов, они немного выше. Я услышала с удовольствием стратегию развития региона сегодня. Я думаю, что не составит труда университету Тольятти сегодня сориентироваться по поводу векторов развития и программы опорного университета. Я думаю, что, конечно, очевидно, что в работе с правительством Самарской области должен родиться и проект ВУЗа как центры создания инноваций. И я, конечно, вам желаю быть победителями в отборе, чтобы в Тольятти такая площадка была создана тоже, не только в Самаре.